Итак, девочки, мальчики, сейчас я буду принимать соду с утра. Я думаю, поделюсь со своими родными, любимыми подписчиками и с теми, кто ко мне присоединился, и со всеми своими людьми. Но для того, чтобы узнать свойства соды, я бы рекомендовала купить вот такую книжку. Не умывайки, но у меня полностью все книги его есть. Сода, мифы и реальность. И я вам сейчас скажу, почему я принимаю соду. Во-первых, если кратко говорить, кратенько, то для того, чтобы не было рака, для того, чтобы нормализовать PH, вот тут все написано, да? Кто хочет, почитайте. Панкреатический сок имеет PH 7,8-9. Желчь также имеет PH 7,5-8,5. Секрет толстого кишечника для нормального функционирования должен иметь PH 8,9-9,0. Вот у нас этого. Это вот первой причиной возникновения дисбактериозов, как кишечных, так и вагинальных, является ацетоз внутренней среды организма. Кислая слюна приводит к разрушению эмали зубов. PH слюна. Слюны тоже должен быть немного щелочным. Таким образом, для предотвращения кариеса необходимо, кроме фтора, регулярный прием соды. Как я вам уже показывала, как я делаю. Вот. Дальше. Как рекомендует Неумывакин? Вот прямо из его книги я цитирую. Я рекомендую растворить соду в горячей примерно 70-80 градусов Цельсия воде или молоке. Немного остудить, примерно до 45-50 градусов Цельсия, чтобы не обжечься. И принимать внутрь за 20-30 минут до еды. Дальше вы можете почитать. Ну, а я остановлюсь на таком моменте. Пить соду можно только натощак. То есть желудок должен быть пустой. Вот так вот. Поэтому, ребятки мои, если вот я вам показываю странички, которые наиболее как бы важны, вы можете почитать. Ну, а лучше, конечно, купите себе эту книгу. Потому что я считаю, что я обрела, узнав Неумывакина, профессора, я, он действительно профессор, доктор медицинских наук. Он умница такая. Ему столько лет. Он так себя бодренько чувствует. Ему почти 90. Вот. Поэтому я принимаю уже 2 года соду. Я, вы знаете, ничем не болею. Практически ничем не болею. Дальше я употребляю также и перекись водорода. Но о перекиси я вам расскажу позже. Сейчас пришло время показать вам, как я ее употребляю каждое утро натощак. У меня уже вот такая вот доза. Вы начинаете с кончика ложечки. Кладу. Заливаю на стакан воды пол чайной ложки. Размешиваю. Вы слышали, сейчас она шипела, да? Это мы гасили ее горячей водой. Все. Теперь я подожду, чтобы немножечко она остудилась. И я ее прекрасно буду принимать. И вам чего желаю? Здоровья. Потому что соду называют божественным пеплом. Она в природе также есть. И в организме тоже вырабатывается. И еще хочу сказать. Когда мы принимаем всякую воду, всякую пищу, всякие химикаты, такие как шампунь и прочее, прочее, у нас в организме скапливаются яды. И вот за счет вот этой содовой водички мы их выводим. Раз. Теперь, когда в реанимацию попадает человек к сильнейшим отравлениям, ему вводят внутривенно соду 3-5% раствор. Вот я вам не вру и никогда не вру. А я конкретно регулируюсь и опираюсь на источник. Вот мой источник. Неумывакин. Сода мифы и реальность. Значит, слушаем. Написано. Вот почему реаниматоры для восстановления всех систем организма вводят внутривенно 5-8% соду. А я сказала 3%. Вот так вот. Дальше он говорит, что опыт мой показал, что внутривенно можно вводить раствор соды до 20%. Замечено, что при онкологических заболеваниях, которые возникают только в закисленной среде, видите, только в закисленной среде, при приеме соды рассасываются опухоли. Поэтому в данном случае надо принимать соду утром и вечером по чайной ложке. У кого онка. Поэтому, ребятки, вперед. А потом вы скажете, в течение полгода будете принимать и скажете, как вы себя чувствуете. Во-первых, вы прекрасно будете и в туалет ходить. У вас будет уходить вес. Вы будете держать нормальный вес. И масса-масса плюсов, которые я просто сейчас вам не перечислю. Все. Будьте здоровы. Люблю вас, ваша Катя.